Вот у нас территория Воробьевка на сегодняшний день. Вчера это были сады экспериментальные, опытного хозяйства от нашего там аграрного университета. На сегодняшний день здесь нарезано земельных участков 1231, 1177, как бы появились наши многодетные семьи. Условно она делится внутри себя. Назаровская территория, Верхняя, Воробьевка, Нижняя. Если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то это в принципе плоскостной ландшафт. Две реки Назаровка и каскад прудов в свое время были плотиной, наверное, искусственно созданной. И здесь вот находятся в такой рекреационной зоне, причем пруды есть вот в таком состоянии, а нижние пруды есть просто идеально прозрачно. Кто проживает? На сегодняшний день 15 домов введено и порядка 140 домов строятся. В разных стадиях, в разных точках, территориях. И надо сказать, что мы сейчас с вами находимся вот здесь, вот в этой точке. Что с коммуникациями? Здесь нет ничего, кроме сделанных сетей и МРСК. Это питание и уличное освещение. Мы там еще два года назад с Алексеем планировали, какие улицы и где люди уже строятся, проживают, освещение обеспечили. Все остальное находится в стадии проектов. Это проектирование водоснабжения и водообеспечения. Вопросы дорожно-транспортной сети. На сегодняшний день они все у нас, понимание, ездят. Порядка 42 дорог будут, разных длин, разных участков. И вопросы стоят газификации. И вопросы социальных объектов. В планировках мы выделили земельные участки под строительство социальных объектов, школы, сады. И в принципе вот эту территорию мы ее видим и планируем ее как развитие парковой зоны реактивационной, которая будет иметь общий доступ. Для того, чтобы при таком микрорайоне была возможность, никуда не выходя, проводить время и отдыхать. Значит, по водообеспечению до конца года у нас будут решения. Но я считаю, что правильно это вы говорите. Надо посмотреть внимательно, что это вообще в итоге будет по обеспечению воды и в какие средства будет реализация этого проекта. Наверное, он тоже будет там, ну, так планируем, в два этапа заключаться. Михаил Александрович, мне кажется, здесь нам правильно было бы взять и изначально для себя определиться. Это у нас проект социальный, направленный социальный. То есть это некоммерческий проект. Некоммерческий проект. Правильно понимаю, что у нас этот поселок для многодетных семей? Да, абсолютно правильно. Вот давайте из этого тогда и сходить. Когда мы говорим о комплексной застройке территории города Саратова, у нас эти проекты могут быть коммерческие, когда инвестор, строя жилье, берет на себя часть социальной инфраструктуры. Во всяком случае, так должно быть. С тем, чтобы люди, получив квартиру, рядом могли воспользоваться и поликлиникой, детишко отвезти в садик, школу. Места отдыха должны находиться. Но, опять-таки, решение вопросов социального обустройства там ведется за счет либо инвестора, либо за счет города, области. Здесь у нас проект абсолютно социальный. Поэтому правильно было бы начинать с этого. Здесь у нас других ресурсов, кроме... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова